Помидоры, огурцы, перец, все, что растет на грядках, сейчас буквально горит на солнце, не выдерживают жару и ягоды. Огородники делятся своими проблемами в местном чате, рассказывает Алла Горбатенко. Помидоры еще зеленые, а у них уже запеченный бачок. Таких фото в местном чате в последние дни все больше. Огородники недоумевают, что происходит с томатами, и задаются вопросом, это ожог или все-таки болезнь? Вообще, если брать биологию томата, то у него критические температуры 35 градусов, выше 35. Представьте себе, что мы встанем на солнце и постоим вот так, как находится томат постоянно вот в таких температурах. Естественно, что помимо того, что у него могут быть вирусные заболевания, у него идет запекание плода. Это в сказке «Сеньор Помидор» – злобный, коварный и мстительный. На грядке томат очень уязвим. При температуре свыше 35 градусов его белок сворачивается. И у растения теряются всякие способности противостоять болезням. К слову, если внимательно осмотреть куст, поставить диагноз совсем несложно, говорит эксперт. Если вы увидели, что ваш томат вообще не поменялся внешне, если у него плод и все такое, то, скорее всего, это запекание. Если вы увидели, что листочки стали мелкие, либо листочки стали другой окраски, очень часто вирус вызывает бессемянность томата. То есть вы разрезали плод, там вообще нету семян. Цветочки похожи на папоротник. Это значит вирус. В экстремальных условиях оказались сейчас и огурцы. Родничок на рынке по 25 рублей. За неделю цена выросла почти в два раза. А все потому, что урожай горит на солнце. Пекутся сейчас и ягоды. Малина с ежевикой тоже не выдерживают палящего солнца. Специалисты говорят, нам давно пора пересмотреть технологии выращивания. Лучше один раз вложить деньги в теплицы или специальные сетки, чем каждый год терять прямо на поле или на грядках часть урожая. Алла Горбатенко, ТСВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова